ребят и всем привет мне особенно самый необычный ответ на работу сейчас покажу почему так жилища руины вот тут вот так вот все здесь таким макаром все спросите чё так блин поначалу зал делал своими силами электрику сантехника электрику и т.д. и т.п. мог и дальше делать но потом решил все таки пусть каждый занимает своей работой поэтому все закупил сейчас поеду ввезу аванс отделочнику ну сантехнику электрику там у меня уже есть рараб сорока которые которые будут платить и следить за всем вот и все он там ждет лайба сейчас вам покажу как у меня вещей получился так же ненавижу просто ненавижу собираться на работу опять столько личного наверно по набирал просто же сейчас вам покажу вот она лайба моя стоит готовая к труду и обороне по вещам и тысяч но таховка дальше этот вот так вот ну здесь контейнера здесь кстати по малярки немножко кстати опять же зимние вещи много занимают ну и опять же тогда как когда собираешься в попихах как бы не получается взять самое необходимое этом такие пироги выезжаю сейчас еду к отделочнику отдаю ему ключ от квартиры аванс подписываем договор ну и все еду за коллегой за сани поедем вместе новенький пилот будет у нас на фирме приехал коллеги опоздал немножко короче планировал ребят выехать два часа дня 1653 но в основном мои костяки чтобы понимали потому что первое долго собирался второе я приехал к отделочнику которые у меня будут квартиру делать и мы не немножко неправильно друг друга поняли он просил аванс 400 долларов а я подумал 400 рублей поэтому у меня было только 400 рублей с собой пришлось ехать домой и брать бабло кто-то еще скажет нафига ты деньги оставлял если те кто-то одну хату будет делать в квартире ребят отставлял деньги дружбану который будет наделать электрику но вдруг заберет еще у кого-нибудь деньги симпотно я поехал на машинке она сейчас заодно посмотрим сколько у сани сумок у меня вот реально много ну там еще в багажнике увидели я сюда так езжу половиной большей частью пользоваться не буду но а бы взять а бы взять и так на ездить на работу сумочкой соли кушу меня сейчас они подожди куда-нибудь соли так у меня там сумки приехали мы на границу дорога прошла нормально и вот то есть ребят я ничего не ожидал от сразу в отстойник как говорится из-за чего такая фигня догадываюсь скорее всего из-за того что страховки люди сделать не могут это на руку хоть бы поляки онлайн не делать такая редактор лейка на польшу на беларусь но мы за 9 часов проехали границам двигаемся жрать день добрый ребят . не помню показывал не показывал границу проходили короче в общем-то вроде не показывал границу проехали за 10 часов поясу так тусовались на базе и в данный момент вот александр сидит только мы сменили немножко зверя заедем на перседесе как и прошлый раз заезжаю на каденцию на легковой ну в этот заезд не очень почему не очередь меня расскажу чуть похоже но сани вообще то есть я буду меняться под врод словом саня будет менять коллегу в германии вот так вот заезд короче самый хреновый за 4 года работы на этой фирме ну ладно пофиг прорвемся уже как в грузовик приеду к грузовику подъеду там уже расскажу что-то покажу расскажу что кроме вещей машину какую я сяду машину сам не видел ну вроде как мало относительно с старыми дырками поэтому двигаемся к автомобилю до тачки осталось 150 км короче тачку что уже видел вам еще не показывал тачка покупаться на вообще жесть заехали с коллегой в бедренку да купили нас вот на таком садовсе мы едем то есть это я не знаю как раз и забита там полностью все вываливается весело ребятки чтобы понимали еще в ночь ехать так что не заканчиваем ролик поедем автомобиль мой грузится где-то там вот мы стоим чтобы понимали мои вещи вот это мое тут ребят инвертор очень коробка до хрена баллончик когда такой ящик большой не знаю буду заезжать на польшу нет и вот пошли мои баулы и пакет тоже тавка в пакетах авто сумка здесь полка ковры чемодану короче же просто же вот так вот на каденции на этой половину на хрен по выкидывать нужно она также объем это канистры вода не кажется но все так ладно жду коллегу и буду стартовать впереди у нас сегодня чехия и наверное парковаться где-то буду в австрии другого не дано потому что мы опаздываем капут просто жопа полная короче разжечь такого лицо замученная шоу думаете остановлюсь на паузу не ребят я вот только буду выезжать это капут вот так вот все в кабине танцы накидано по ящикам рассказала бы попало полетницы маленький ладно машину завтра покажу . пока цена со всех сторон ну да ладно хрен с ним время прибытия в пункт назначения 11 часов выдвигаемся потихоньку на чехию в чехии буду искать парковку поэтому поехали нужно покажу завтра с утра либо когда стану хрен его знает пока надо привыкнуть к аппарату короче ребят по такими дорогами еду чтобы понимали надо ладо это пол беды по таким дорогам до чеки и были десятками опилять ладно хрен с ним следующее почему хреново потому что у меня загружены биг-беги крепил груз не я ну коллегу я попросил говорю закрепи нормальным то есть я креплю типа раз затянул отпустил все так ремни прошел до конца прицепа и так четыре раза но не знаю как он что сделал скорее всего завтра заскочу в прицеп посадку натяжку ремней может вообще не поленюсь что-то скорее всего даже штору открою пацану потому что австрия впереди ну его нафиг как говорится на часах чтобы понимали 21 35 проехал я от 11 минут короче весело 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 встретим новый год не знаю где буду парковаться сегодня я думаю посреди дороги не стану в чехию въеду километров 100 проеду буду паркинг искать так что не переключаемся завтра вы увидите трэш трэш что в кабине шел снаружи всем привет короче добрый день вчера короче ребят парканулся я два часа ночи сегодня мог в один съехать но уже почти час для и никуда не еду спросите почему я покажу давайте в тачку покажу немножко машинами досталось такими косточками порезе на колесе все нас еще он там коцки здесь вот так вот здесь такая беда одночки это стандартная тема влуплены в манах низкорамниках так он у нас выглядит снаружи кстати тут подумать что такой как на прошлом я ездил не не такой комплектация хуже это вторая партия которых там пришел здесь на бампере такая херня здесь трещь повидавшим антика говорится здесь под ножичка здесь вот так вот в принципе не так так шторы открыто спросите почему открыто вчера коллегу просил нормально закрепить меня бигбэгами грузил меня и это я вам уже расскажу как что происходило короче решил говорю с третьего раза затягиваю вам показывал как затягивают бигбэги ну вроде как он сказал что с третьего раза затягивал но я добротно часто подтягивал поэтому ладно но это короче ними это меньше проблем короче когда с утра ребят проснулся я покажу что мне коллега показала щаской кофе вышел обсуждал вскоре что много мне электрику будет делать в квартире когда я выезжал вы видели и мне коллега такой показываете по коллега коллега и показываете по иди посмотри я встаю а тут о такая вот херня вот это тоже коцки были на машине двух замков нету короче такая вот фигня сейчас кто-то скажет почему сам не поменял я начал ребят честно самого тракт проснуться берет но здесь копов много есть я в чехии стою я рассказал то что говорит типа посуда говорю она опаздываю на выгрузку говорю короче если что то тогда получается давай сейчас я верю смену открываю хрен с ним начну менять коллекционную говорю мне еще почти полтора часа до выезда говорю вызовите блин сервис пускай привет поменяют еще я поеду как туз пока решалось что да как а может подкачайся не вижу смысла качать к колесо за ночь спустила чтобы она выпанула где-то на трассе нафиг надо я уже пока жду сервиса но типа думал же сервис не приедет вы понимали иначе открутил запаску то есть я просто достать отсюда но прислали сообщение жди сервис приедет сервис вот уже жду блять полтора или два часа сервис это так ладно короче вы еду и уже буду дальше рассказывать с чем вообще связано все было короче как-то так ночью вчера уже не стал ничего рассказывать поэтому поменяют колесом уже под снимок будут менять и поедем дальше пусть а дара часов четыре с половиной час приехал сервис тот будет менять колесо я взял рюкзачок и погоню он здесь бесплатный просто почему раньше не сходил да потому что сидел даже в туалет боялся выйти думал я сейчас приедут и уедут и потом вот кино будет поэтому как-то так не знаю спея сегодня астре не успею пройти ну все это увидим главный таширы приехал что ли что поменяют и все нас на фирме вроде доплата за колеса идет но чтобы понимали она того не стоит ребят то есть те кто не меняли колеса ни разу вам не понять это одно нелегкий труд 1 могу сказать как можете заметить я уже в пути смотрите что стекла такие грязные лобовое вся эта фигня потому что не шли ребята широкие тоже будет суммой цена выходные все это висит выше чем надо потому что полка лежит здесь почему она лежит здесь потому что 40 км это акции с моим везением заездом с сегодняшним везением то ну его нафиг лучше снять полочку проехать без полки вам брикен уже повесил не знаю можно сниму если что можно простят что он висит по колесу кому интересно что было короче с поймал я где-то болта реально болта на кого на 12 чтобы понимали поэтому так быстро и спустила чувак думал заклеить самостоятельно заклеить и поставить его назад но в районе дырки там еще оказалось это валбука сбоку поэтому это колесо у нас лежит слева место запаски которые уже надо выкинуть так купила все вот это вот зрение видите стоит туалетный запах да плюс она не знаю наверно уберу я может кому подарю потом короче пугаюсь от меня реально пугаюсь такие пироги сейчас как говорится немножко перекурю наберу отделочники так я веду в квартире делается ремонт вы сами видели и наверное дальше вам расскажу как я вообще выезжал что происходило оба на короче так вот все выглядит я ребятки стал на паузу 45 минут круто муть как вы думаете что я делаю да вертельная так это недавно поминали колесо я проехал на не контрат 300 но достался ну ни одна гайка не крутится вроде здесь тоже нихрена не проскакивал ну как говорится лучше не до ой лучше перри бздеть чем не до бздеть поэтому сейчас кидаю камеру складываю инструмент делаю себе чаёвку не на лучше кофейку бахну и поищу куда мне стать не собираюсь из австрии выезжать потому что виталии скорее всего местами рассказывать как заезжал буду завтра потому что потому что а потому что рано потемнело я не рассчитывал что крана потемнеет так что так ладно идут складывать инструмент доброе утро глаза китайцы ну ладно утро вроде сегодня сегодня доброе смотрите какой вид за окном когда проснулся не видел потому что туман был целочки там ходят стал и ребятки вчера в елку это была одна елка ли свободная на паркинге парковался и в австрии можно было бы ехать в италию но в италии было бы без вариантов я бы там не стал тем более на последнее время я стал мне заставалось достал в 12 25 на рабочего было час 19 поэтому дальше рыбку было некуда уже открыл смену у нас на фирме 10 минут на молотках стоять как вы помните в обе заловки поэтому сейчас 5 минут постоим завожусь и 5 минут на заведенные поэтому блин австрия красиво у вас реально красиво так ладно и зон пишем диспера кстати всем советую когда ложитесь спать особенно после ночной езды ставьте телефон в режим полета потому что у нас столько пропущенных одессы вчера было у меня пауза поэтому свою паузу я сплю отдыхаю так ладно двигаемся дальше итак я уже в италии недалеко от баллоне понимали сегодня 29 сентября и 29 градусов так нормально тогда погодка в италии ну да ладно давайте же расскажу как я вообще заезжал заметьте в самом начале ролика я сказал то что ли такого у меня заезда еще никогда не было но я не думал что все будет вот именно так это короче жесть в общем-то и целом я повторюсь границу я прошел за 10 часов но выезжал так знаете заранее мне надо было на офисе быть во вторник я думаю вы еду я короче заранее думаю приеду лучшие там денек еще на базе потусуюсь приехал я на базу в воскресенье в понедельник пришел на офис мне сказали что водилу я буду менять среду ну еще окей думала закуплюсь немножко отдохнуть растума растаманишь короче тудема судема ну и сразу вопрос такой почему мне было не сделать документы в понедельник то есть но в среду выезжать можно было понедельник вторник прийти на офис но я был на офисе понедельник пора списываться все это и в среду не спеша сесть в тачку в особовку и поехать менять коллегу но нет так просто что ничего не бывает в среду короче пришел на офис пока с бумажками разобрались тудема судема короче ну и все в два часа дня чтобы понимали у меня была загрузка от базы до этой загрузки мне одну шуток того грузовика отсюда ехать 319 километров то есть короче жесть в 12 дня я только освободился с офиса естественно я никуда не успеваю дальше звоню диспетчеру говорю не успеваем на ритма давай поторопись или ноги и короче перекидываю шмотки свои саудзюхи в mercedes паркую аудзюху по стандарту открываю капот закрываю с центрального замка аудзюху иду снимаю клемму с аккумулятора но снимаю не стал шахерово аккумулятора чтобы вдруг на машина не ножом не загорелась пока я буду на работе и все закрываю капот и дальше иду открывать ее с ключа уже получат все двери закрыты одно водительскую можно открыть с ключа вставляю ключ замок а хрен там замок ребят не открывается и капут блять то есть машина закрыта полностью замку шопа твою дивизию короче чтобы понимали в аудзюхи лежали ключи от mercedes телефон и порсетка с кошельком с паспортом с правами совсем твою мать что делать короче сразу в голову взбрело дому сейчас проверим этот лайфхак со скотчем типа клеим много скотча на стекло и опускаем клеил три разных вида скотча ниже блин короче разного не жалея клеил с коллегой делали нихрена этот лайфхак не работает может это и работает какими-нибудь жигулями там с китайцами затрыпанными но в немцы 2002 года эта хрень не работает стекло максимум приопускалась на один миллиметр сразу же поднималась назад это было жопа чё блять делать я короче честно растерялся поначалу думал бить стекло так как времени особо ждать не было да и в принципе по сути само стекло например задние на разборке будут стоить в раза четыре дешевле чем вызвать вот службу которая открывает тачки даже на разборке можно стекло и погоду подобрать это вообще не проблема была но опять же задумался ну как она будет заклеена скотчем стоять типа это всю зиму думал блять бред полностью но потом короче пришла идея и в общем-то и целом ребят я научился аж остается 5 мне кажется и а четвертая такая же схема то есть я уже могу открыть капот не залазя в салон чтоб ничего не дергать короче с улицы открывается как вот легко и просто стоило немножко простудировать youtube и все там было капот открыл машину открыл прыгаю короче вас обувь уже стартовать приезжают курочек соберет ненере ты на этом каблучке короче не едешь перелаживай вещи в другого каблучка я только начинаю перелаживать вещи в другого каблучка тут короче такая херня не ты уже едешь на нем думаю ну ладно хрен с ним потом короче чтобы понимали же пазду только уезжать и с тобой еще едет коллега ну с кем мы приехали с беларуси сани саня привет ты будешь смотреть короче вы едете сани пускай загружается есть получается мне надо было 319 сани вообще в германии надо было ехать по дюнберг вроде ну ладно хрен с ним начинаем слаживаться потом нам опять говорят вы короче не на этой машине все-таки на другой но потом короче опять поменялось и мы на той же машине поехали дальше короче поехали поехали и звонит мне коллега которого я должен менять и говорит то что димон горит меня еще горит выгружать нихрена не начали вот это кино думаю куда я блин лечу одно место на загрузку потом надо было к двум думал о кино думаю ну ладно хрен с ним думаю заедем саней в бедрёночку закупимся дальше как я вот например молочко мясное фрукты овощи я уже покупаю непосредственно перед заездом грузовику конечном итоге на загрузку мы приехали вместе где-то в пол пятого ну и все там короче зарезь перезарезервировали короче уже то есть заезжал серёга коллега грузится на попросил закрепить груз нормально тудема судема но сам думал пока будут грузиться нашли в гугле бедренку по пути реально за 319 километров не было ни одной бедренки ребята чудеса короче были короче поехали сани затарились бедренки и чтобы понимали коллега с выгрузки выехал только вроде без 28 вечера это жесть короче я жду сумки он повылаживал свои я что ж думаю нафиг не надо паулы знаете мне которые по закидывали по закидывали в кабину и как роботы полетели а дальше там уже в течение недели под сумочки по сумочке разложивают либо ночь не спят разложить свои вещи ну короче во время паузы то есть девятки или один это бред короче просто бред я разложил не спеша ну и соса не отпустили за серёгой другой водила приехал там тоже был нюанс пошел сани еще было 620 километров ехать и блин саню держали со мной я уже мог на чемоданах бы посидеть подождать пока серёга выйдет но нет последний момент только сказали что там короче тоже был замутся не должен был того чувака на родство в шерестик другой другой машине для кого-то серёг должен был на авентисе возвращаться короче такая хрень ну ладно саня уехал я диспетчер написал в чем и как делаем тут блин давай давай ну хоть сколько-нибудь проедем мне дал выгрузки было 300 кило тысячу почти 300 километров я где-то 270 проехал стал на паузу ну и все с утра вы уже потом видели то что спустила колесо и короче жесть у меня фиксированная выгрузка сегодня мне он там типа будет будете звонить заказчик туда-сюда короче скажи заказчику что колесо там бахнуло на трассе где-то что-то дай свой актуальный номер я короче даю фришку а я ее не включал как она на паузе стал так и не включал какого-то хрена фришка не проплатилась сейчас пробую проплатить короче веселуха на пользу села и целом еще помимо фришки интернет как бы есть еще час еду с опозданием еще короче перед этим перед подъездом к выгрузке надо будет куда-то на какой-то номер позвонить хочу подъезжают с документами какие-то вопросы короче ребят жопа полная такого заезда у меня еще реально не было как-то вот так вот все получается не знаю что такое знаете навалил навалил на вас разобрались вы не разобрали что он наговорил пытаюсь побыстрее говорить чтоб ролик не затягивать в общем-то и целом то меня смотрел всем спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся для вас это несложно а для меня это мотивация снимать дальше как-то так вот знаете погодка не меняется погодка идеальная но я если честно не хочу такую погоду я хочу чтобы уже быстрее похолодало чтобы уже и в душе посещать поменьше короче так это прохладно гораздо проще работать чем вот такую херню как вы могли заметить у меня бикбеги в прицепе там стоят сейчас короче жопа в мыле будет не знаю дадут мне сегодня загрузку лет это уже в ребят вы увидите все в следующем ролике еще раз спасибо за просмотр до новых встреч